Приветствую вас, и вы знаете, говоря про отношения мужчины к женщине, не только в вашем случае, но и вообще, можно сказать так, что мужчины очень часто до последнего не осознают, что они чувствуют к женщине. Вот вам хорошо, приятно посидеть и поболтать вместе. Так вот, непринужденно, без обязательств, можете поговорить о чем-то, да, можете посидеть, провести время, все это хорошо. И это уже стало своего рода привычкой, привычкой проводить вместе время. Привычка, прямо скажем, хорошая, потому что вам нравится, ему нравится и так далее, но вы начали к нему привязываться, и вы это ощущаете. Почему? Потому что вы больше чувствуете, как женщина, вы больше чувствуете. Вы больше отдаете внимание чувственным, заставляющим и эмоциональным переживаниям. Мужчина же может убеждать себя в том, что ему с вами просто хорошо, и ничего в действительности к вам у него нет. Даже если при этом что-то есть. Потому что мужчина руководствуется логикой, и не хочет, возможно, показаться самому себе слабым. Именно страх быть слабым часто мешает развитию отношений. Даже если эти отношения повзаимны симпатии. И чтобы понять, как мужчина к вам относится, потому что на данный момент его отношения, скажем так, довольно нейтральные, но в большей степени друческие, хотя это, опять-таки, неизвестно. Бладший клуб, получается, что он также заинтересован в том, чтобы с вами общаться. Но вопрос в том, что он к вам чувствует, на что вы готовлены к чему-то большему. Соответственно, нужно проверять. И проверить можно только одним способом. Изменив свое поведение. Из вашего письма мне стало понятно, что вы встречаетесь в нем в буфете. Поскольку он старше вас, то, полагаю, учится он на другом курсе. Перестаньте встречаться с ним в буфет. Перестаньте вообще ходить в буфет. И посмотрите, как он будет на это реагировать. Допустим, вы заходите в буфет, скажем, ну, пусть это будет три раза в неделю. То есть три раза в неделю в определенное время вы приходите в буфет и с ним общаетесь. Пропустите неделю. Пропустите неделю. Не заходите в буфет именно столько времени. И посмотрите, как он отреагирует, когда вы придете на следующую неделю в буфет. Он может не сказать вам, что скучал по вам. Он может не сказать вам, где вы пропадали. Потому что это будет слишком яркое проявление эмоций, которых он опасается. Но по его поведению, по его горящим глазам, по его радости от вида вас, вы увидите. Если мужчина будет равнодушнее, как ни с чем не бывало, с вами общаться, значит он относится к вам как к другу. Именно так нужно проверить его отношение к вам. Если по какой-то причине вдруг данное решение, данное средство вам ничего не даст, Попробуйте зайти с другой стороны и попросите его помочь в чем-либо. Если мужчина с радостью поможет вам, ничего не попросит в замену, вы не будете считать себя обязанным, но при этом он будет общаться с вами тепло, хорошо, приходит помощь из чего. И если скажет, что в первый раз обращается ко мне, так же помогу, всегда может у меня положиться и прочее. Это означает, что у него к вам искренняя симпатия есть. Если он будет держаться не то, чтобы отстраненно, но и не слишком тепло, значит другичка симпатия. А если он будет от вас что-то требовать, или вы почувствуете себя обязанным ему, значит он просто стремится вас использовать. То есть это отношения, ни к чему не обязывающие, направленные на удовлетворение его потребностей. Возможно в женском внимании, возможно в женском обществе, возможно в сексе, возможно в чем-то еще. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Пока желаю вам всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok